Всем привет! Всем здравствуйте! С берегов Северной Двины Нахожусь на берегу реки Северная Двина Которая соединяется с Белым морем На северном севере России Гор Архангельск Welcome! Наряду с современными зданиями В Архангельске встречаются вот такие вот экземпляры Сейчас это военный комиссариат Но на картах это значится как часть монастыря Архангельск неспроста считается очень важным городом и значимым для России Здесь, смотрите, стоит монумент Памятник доблестным защитникам Советского Севера Очень много событий было связано с этим местом, с этим городом в российской истории Ну и, конечно же, человеку, рожденному в этом регионе, Михаилу Ломоносову, здесь стоит памятник Я хочу сказать, что этот северный город, он знаменит не только судоходством, кораблестроением Но также отсюда было отправлено огромное количество экспедиций по освоению Арктики Представляете, и сейчас я нахожусь около главного морского порта города Архангельск Северный флот России, главный порт Я бы хотела сказать еще несколько слов о значимости данного города Представляете, в 1693 году Петр Первый, Петр Первый, он начал кораблестроение здесь У меня даже замерз рот говорить Кораблестроение было начато здесь, в Архангельске Это был самый главный порт России Самый северный А потом, в 1703 году, после основания уже Санкт-Петербурга Но, конечно, приоритеты были немного другими Да, они сменились И этот порт стал менее важным Слушайте, вот здесь так холодно Я бы, знаете, сказала, я попала в не очень такую холодную погоду Здесь всего маленький минус Немного градусов Но ветер, ветер сильный И воспринимается, как будто очень холодно Вот скользко, видите, почти падает В общем, надо аккуратнее Слушайте, невозможно ни зайти, ни погреться при таком морозе Вижу кулинарию, кафе Кушать подано Любимая еда Выглядит симпатично Ага, здесь готова еда Ну и, конечно же, кофе Смотрите, какое меню на советский манер Горячие напитки Hot drinks Так И здесь, конечно же, продаются козули фигурные Местные прянички, которые можно купить Смотрите, у нас на обед здесь есть супы, солянка, борщи, щи Слушайте, на самом деле в реалиях русского севера я вынуждена купить шерстяные носки и переодеться Я сегодня не Гринпис Спасибо. Пожалуйста Все, я готова дальше продолжать мое увлекательное путешествие по городу Архангельск. Ребят, нахожусь на проспекте Чумбарова-Лучинского. Официальное имя, но на самом деле в простонародье называется Чумбаровка. Здесь сохранились деревянные дома, то есть это пешеходная улица, пешеходный проспект, но с деревянными старыми домами, как это было раньше. Здесь же на Чумбаровке, посмотрите, около усадьбы, здесь музей какой-то, да, город, памятник, памятник русским женам, берегиням, семейного очага, женщинам, которые оставались дома, ждали своих моряков, своих мужчин, берегли семейный очаг. Ой, так интересно, смотрите, какие сосульки на дереве, похоже, снег пытался сходить, таял, капал на дерево и образовались сосульки. И вот с этой стороны, ну, это, конечно, типично для России, но они прикольные. Представляете, что я здесь нашла? Точку буккроссинга. Ну, может быть, не такая она прям и полная. Полки, да, пустые, одна книжечка здесь лежит. Ну, идея, видимо, работает летом или работала. Вот так вот дошел, книжечку взял, свою оставил, поменялся и пошел читать. Смотрите, здесь же на Чумбаровке я нахожу памятник великому русскому сказочнику, который написал поморские сказки Борис Викторович Шергин. И здесь у его ног различные сюжеты из его сказок. Смотрите, женщина с кромыслом в ведра несет, мельница, корабли, конечно же. А вот это кто? А это морж из воды. Здесь находится музей Архангельский пряник. Так, ну, давайте посмотрим. Эти Архангельские пряники называются Козули. Здесь есть состав. Вот, посмотрите рецепт. Ставьте на паузу, читайте рецепт. Все, что вам нужно. Мука, сметана, мед, молоко, яйца, сахар, корица и сода. Здравствуйте, можно к вам? Вот, да, вот тут результаты всех ремесленных работ. И резьба, и роспись. А, вот они, Козули. Архангельские пряники Козули. Здесь среднего размера есть еще маленькие. Меньше, да? О, ну это, да, они прям подарочные. Да. Рыбки. Треска, палтус, треска. О, отлично. Слушайте, я выбрала набор с пряничками-козулями. Треска, палтус и треска. Слушайте, я тут узнала секрет. В общем, существуют литовские медовые пряники, да? Существуют тыквенные пряники, существуют архангельские пряники-козули. И самый главный компонент, почему они, собственно, такие коричневые и имеют специфический вкус, это сжженый сахар, то бишь карамелька. Сейчас попробуем. На самом деле нужно отметить, что настоящие козули, это пряники с росписью, где видна вот эта вот коричневая часть пряника. То есть более такая изысканная, да? Более витиеватая. А вот когда, то есть это настоящие козули. А вот когда пряник покрывается полностью, да, глазурью, ну, это просто пряник. Это уже нетипично для данного места. Ну, я думаю, время потереть голову кошечке и Степану Григорьевичу Писахову ручку пожать. Здравствуйте. И нос начистить. Этот памятник, как и остальные другие, является подарком городу Архангельск от разных скульпторов. Вот смотрите на самом деле, как... Сколько снега. И как его убирают. Высотники на крыше со страховкой. Ну вот, смотрите, и прямо-таки перед вот этой высоткой здесь парк с ледяными скульптурами. Поморские ледяные скульптуры. Ну, и рядом с поморской снегурочкой я вам расскажу историю, что существует спор, что Фазер Фрост, да, Дед Мороз, давайте подойдем и к нему тоже, был родом из Архангельска. Существует такая теория. А вот так мы посыпаем песочком, чтобы люди не скользили по дороге. Ну, собственно, и делаем бардак, да, устраиваем грязь. Но все-таки способ не скользить. Представляете, здесь рядом со зданием администрации, да, с центром города и ледяными скульптурами здесь находится такая стела, называется Нулевой километр. И от нее идет отсчет по Архангельской области до различных населенных пунктов. До Москвы 1234 километра, до Санкт-Петербурга немножко поменьше, 1149. Вот этот памятник был установлен в честь 400-летия Лоцманской службы. То есть в 1613 году была основана Лоцманская служба России. И в 2013, да, в 2013, 400 лет спустя, установили вот этот монумент в честь данной службы. На всех делах служения моего иметь в уме и помышления не свои личные выгоды, но честь российского флага и пользу морской службы. Вот так. Слушайте, ну а чтобы понять, насколько здесь прохладненько, и что мы на северном севере России, посмотрите на лапки вот этой собачки. Малыш идет в тапочку, какой хорошенький, в валеночках. Ветер, конечно, отличный. Такой прям постоянный, суровый и холодный. Ну, я думаю, вы видите все по моей прическе. Так, как насчет фото, настоящего фото, настоящего фотографа с настоящим фотоаппаратом. Так правдоподобно, посмотрите из дерева, да? Ребятки, ну и здесь, на набережной, не могу пройти мимо, не могу не рассказать вам, стоит монумент в честь основания города, в честь 400-летия Архангельска. Вот она, это стела, вот эта надпись, да, о том, что это колыбель отечественного кораблестроения. То есть, именно здесь начали строить корабли. Именно здесь основали отечественный флот. Участником северных конвоев, монумент, даже цветы лежат. Рядом развлечение для детей, горка, и можно прокатиться на снегоходе, да, за снегоходом. Прямо-таки напротив здесь вечный огонь. Ребят, хочу сказать, что прохожу мимо памятник, который приковывает взгляд, и хочу немножко рассказать о нем. Подходя ближе, вы можете прочитать здесь, о сколько ты народа спас от голода и холода. В годы Великой Отечественной войны Архангельск был вторым городом по смертности от голода и холода. И люди добывали шкуры, да, питались мясом этого животного, тюленя. Ну, соответственно, немножко грустная история, однако же, да, героически выстроили благодаря, благодаря вот этим замечательным животным. Да, вот здесь даже есть таблица, да, что тут у нас сказано. Памятник тюленю. В суровые годы военного лихолетия тюленем жиром обогревались и спасались от голодной смерти жители Архангельска и блокадного Ленинграда. Смазывали корабельные орудия моряки, и этот памятник установлен в честь 65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вот так. Такова история. Все это дополнено омоченными томатами. Я думаю, что очень понравится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok